сегодня я на выставке пчеловодства перед медовым спасом как раз завтра медовый спас 19 19 августа вот сегодня 18 августа и мы киево-печерской лавры я хотел спросить у федора михайловича куза из черкасской области федор михайлович а вот как вы начали заниматься пчеловодством с чего это вот такое увлечение или началась работа бать к букчел воду так не помогал время таки кейс был молодежь вот не пишутся армии и бать кому поехали поможем от начата я приехал помех поделиться что ну это же конечно не такой легкий труд просто сам на себя працю и сам себе время выбираешь что робите это кого-то бывает расслабляет сильно и мене тура так саму алипотим якшу появится интерес такой вот люди не побачить на будущее что то может это ж вору по-перше в найди як хобби а потім уже йде як професія не будешь любить хобби то потім не будешь на професії працювати а вот чоли у вас раяться на пасеке успеваете за ними после стараюсь 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 чтобы не родился посадить я пчел погано ну вот в этом году убегали насколько например ну и всех успевали собрать не ну пасеке раскиданы видны ну да просто уходили те которые на других стачках уходили в не душу виднейшу воде на дві-три посадив ты пишу но якщо дождь застанет день то він садить до ранку специфика их это природа таки а к вам прилетают иной раз во двор чоли на пасеку не прилетают потому что тут я уже бджоли своя территория до кулись жити километра два-три одна вид одного мата свою территорию а як тут богата им же нема смысла тут залетись а летает клыбулы кубин и там а вот болезни надо так чем-то беспокоит а так хоробами я так дышусь заметил удалив его сразу просто вулика спаси китай сотни перетопил лекарство не применяется потому что сейчас по-перше дуже не так лекарство не знаю там дороге дороге в принципе але шо мед может попасть и вы потім всю партию забракуюсь может 200 вулик бути одно полечишь и пути весь труд пропадает никто не купить оптовики особенного не закуплюють теке с проверками на лица просто опасно имея и там урока вылечить не вижу так подавить яну принцю вести хозяйство так серьезно то хороб не будет сотни часто меня ты сотни перетопливать у них же основная масса накопечуете всем ну да ну и даже эти все лекарства они тоже швозки тоже собираются поэтому накопечуете все я нашел израиле тоже так вот баловались теми лекарствами а то что дошло допутнику что накопечу я велика восков на жилье кровооборот в их на вошен вошен назад то вали скупили весь виск но это держава просто робила ты не пасю закупили в австралии я до цього дуже відносятся законопослушно не можно управлять начинка не будет ему это уже так недобросовестные посечники тему ты чего-то там подкормить всем треба пережить это как люди воспитания я очень дури часто знаю за австралию просто люди воспитания держава сказала что не можно начнем а у нас так не можно вырубить покерек оснати кармана а 8 доход разный тут я смотрю как на разных точках успеваете его собрать у вас тут и разнотраве и на акации водами на и за 200 километров а больше всего какой у вас в этом году меда получилась разнотраве а чтобы вот пожелали бы так молодежи вот которая вдруг бы захотела бы пчеловодством заниматься стоит это то учите багато ну кто найдет свое мисце то будет працювати а так учите багато на кипа без покушайся что-то можно легко гроши заробить но не дуже тяжко дают здесь должен быть ну раньше коли все было дешевше там можно было гроши накопить какие-то азары фактично все воно что зашло то и вышло аж какими такими вот качествами должен быть пчеловод чтобы он стал пчеловодом выложишь трудолюбие чего вот вину бишь на лету попрацевал будем хоть отдыхнуть и потом я отдыхался ты не мановить и все стопора не дужи отдыха ну как люди находя на заводу наш кодина на 7 годы но уже планы к санка стоят и ты шоке и зарубляя дома так не привыкает а легко кто про цвета и ну еще отношение к пчелам должно быть мне кажется такое особое любить как некоторые пасечники то я и мёд вообще для меня не главное я их просто люблю я их разводить люблю разводить это понятно но треба шестью мотипу на життя так же ты же профессия мая такая не может просто их любить а сегодня что немат я сына же вот повинна видача быть да но если вы их любите их с любовью к мотойся они вас и тогда одаривают медом спасибо федор михал чете не интересно удачи вам здоровья и хороших медоносов медосборов и вот в следующем году